Здравствуйте, я Олег Жданов и вы на моем канале. Спасибо большое всем подписчикам, число их уже приближается почти к 300 тысячам. Всем, кто подписался, поставил лайки, огромное спасибо. Благодаря этому канал поднимается в рейтинге, большее количество людей могут его увидеть. Все равно призываю дальше подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на это видео. Отдельное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке канал существует и у меня есть возможность записывать эти видео. Это видео мы пишем 27 мая, 28 мая, простите, 17 часов. И оперативная обстановка подается на полдень, 28 мая, с теми дополнениями, которые появились на момент выхода видео. Итак, начинаем оперативную обстановку. Как всегда, начинаем ее с самого горячего направления, это северодонецкое направление. Кардинально за прошедшие сутки ситуация на северодонецком направлении не изменилась. Наши войска отражают, практически по всем направлениям отражают атаки российских войск. То есть, попытки наступления от Изюма в сторону Славянска остановлены вооруженными силами Украины. Попытки наступления за Лиман, прямо сейчас идут ожесточенные бои. Российские войска не полностью контролируют город. Мы сражаемся за ту часть города, которую мы контролируем. Одна окраина города под нашим контролем и там сейчас идет ожесточенный бой. Наступление от Лимана в сторону Лисичанска остановлено. И противник откатился на исходные позиции. Наступление на северодонецк, с северо-востока, с востока и юго-востока остановлены. На одном из направлений противник даже отошел на незначительное расстояние от города для ротации своих войск и завода новых сил. Да, действительно есть в гостинице Мир. До сих пор идут бои. Она еще не отбита полностью. Там российские войска пытаются закрепиться. Уже появились в сети видео так называемых кадыровцев, которые там грабят этот отель и эту гостиницу и распространяют видео. А мы пытаемся выбить их тут. Но это здание чуть ли не на самой окраине города и практически за этой гостиницей начинается лес. Но остальной город под нашим контролем, позиции под нашим контролем. Далее наступление от Попасной в сторону северодонецка остановлено. Наступление на трассу Лисичанск-Бахмут остановлено. На трассе российских войск нет. Да, она простреливается, но она работает в качестве снабжения группировки и доставки гуманитарных грузов в город Лисичанск и последующие переправки в северодонецк. Касательно мостов, один основной разрушен между Северодонецком и Лисичанском, второй мост поврежден, но есть еще пути снабжения. Не будем называть, но город Северодонецк снабжается, группировка наших войск снабжается. Так что угрозы окружения на данный момент пока что нет. Она как бы существует, но она не настолько реальна, как говорят российские средства массовой информации. Мы удерживаем по бокам коридор и в принципе группировку имеем возможность снабжать. Наступление от Попасной в сторону Бахмута тоже остановлено. На Светлодарской дуге наступление в сторону Славянска остановлено. То есть практически ситуация за прошедшие сутки не изменилась. Бои продолжаются. К сожалению у российских войск наступательный потенциал пока еще не закончился. И они продолжают пытаться атаковать. Но мы стараемся отбивать все атаки и удерживать те рубежи, на которых мы закрепились еще позавчера. То есть вчерашние сутки и сегодняшние практически динамики в линии фронта не наблюдаются. Далее следуем запорожское направление. Там идут позиционные бои. Противник не начал наступательные действия. В принципе мы проводим отдельные контрнаступательные действия для того, чтобы предотвратить наступление российских войск. В общем ситуация фронт там стабилен в районе Запорожья. На запорожском направлении идут артиллерийские дуэли, обмены ударами. Но скажу сразу, что там довольно хорошо укрепленная наша оборона. И вероятность того, что противник даже если предпримет попытки наступления, сможет ее подвинуть, довольно маленький. Поэтому в принципе ситуация контролируемая и ситуация стабильная на запорожском направлении. Херсонское направление. К сожалению продолжаются обстрелы города Николаева из дальнобойных артиллерийских систем. В первую очередь реактивных. Поэтому город подвергается обстрелам Николаев. Противник продолжает рыть рубежи обороны и оборудовать их в инженерном отношении вокруг Херсона. Наши войска вчера предприняли попытку отдельных контрнаступательных действий в районе Херсона. И довольно успешно при поддержке авиации и артиллерии мы продвинулись практически по некоторым данным до 9 километров в глубину обороны противника. Чем вызвали панику и сумятицу не только в рядах обороняющихся российских войск, но и в управлении и в военном командовании Российской Федерации. Кстати, это отвлекает внимание высшего военного командования России от Луганского и Донецкого направления. Кстати, пропустил Донецкое направление. Там фактически изменений тоже нет. В районе Авдеевки идут ожесточенные бои, но они носят позиционный характер. Изменений линии фронта никаких нет. В районе Марьинки тоже идут бои, но изменений линии фронта никакой нет. То есть попытки Российской Федерации от Марьинки наступать в направлении Краматорска на сегодняшний день практически остановлено. Криворожское направление. Фронт стабилен, ситуация контролируемая. Идут позиционные бои, интенсивность незначительная. Обмен артиллерийскими ударами. Попыток перейти в наступление со стороны противника не предпринимается. Группировка войск на Криворожском направлении пока что не наращивается. Поэтому ожидать каких-либо изменений или перехода к наступательным действиям со стороны российских войск на сегодняшний день нет оснований. Харьковское направление. Продолжаются позиционные бои с той же самой целью не допустить продвижения вооруженных сил Украины в направлении государственной границы. Обмен ударами. К сожалению, противник возобновляет или усилил за последние сутки обстрел города Харькова дальнобойными системами, особенно реактивной артиллерии. И авиационными ракетами. Есть погибшие, к сожалению, раненые. Вчера в центре города прогремело несколько взрывов. В результате погибло. Там цифра меняется. К величайшему сожалению, на момент написания видео уже 10 погибших и около 20 раненых. Сумское-Черниговское направление. Там идут обстрелы на некоторых участках. Там идет активная разведка. Но наращивание сил противника практически не проводится. То, что стояло вдоль границы, так и стоит. Оборудуют они свои позиции в инженерном отношении. Замечено перемещение артиллерии. Но создание ударной группировки или наступательной группировки на этих направлениях не наблюдается. В Белгородской области идут попытки активно формировать резерв. Но пока мы наблюдаем прибытие личного состава на различные учебные центры. Но его численность не превышает более тысячи на каждом из них. Далее Беларусь. В Беларуси продолжаются учения. Тоже обстановка не изменилась. Продолжаются учения. Продолжается снятие техники с хранения. Мы уже говорили, что это может быть подготовка техники для передачи их вооруженным силам России. Что для нас может создать определенные трудности. Усиление российской армии более-менее техникой в исправном состоянии от белорусской армии. Ну а остальное мероприятие по созданию оперативного командования на южном направлении. Скорее всего будет продолжено. Сейчас должен состояться приказ начальника генерального штаба о создании этого оперативного командования. Пока еще его не огласили. Но такие идеи у них есть. И еще пропустил. Вернусь на юго-западное направление. Сегодня для одесситов еще приятнее новости есть. Поступила информация, что ракетные комплексы «Гарпун» начали движение в сторону Украины. При посредничестве в Великобритании. Так что встречайте. Это ваш еще один ракетный щит от высадки десанта. И от близкого подхода эскадры Черноморского флота к побережью Одесской области. Николаевской области. И это скорее всего будет надежным контролем, огневым контролем над акваторией Черного моря. На дальность досягаемости ракетного комплекса «Гарпун». Что касается Приднестровья. Там ситуация более-менее стабилизировалась. Уровень террористической угрозы они снизили. Но контингент российских войск продолжает несение службы в усиленном режиме. Вот такая вот оперативная обстановка на данный момент по всем фронтам Украины, по всем направлениям в Украине. Будем надеяться, что она и дальше будет стабилизироваться силами вооруженных сил Украины. Верим в вооруженные силы Украины. Ну и далее продолжаем ответы на вопросы. Продолжаем насыщать вас знаниями и теми, которые вас интересуют. И первый вопрос касательно запорожского направления и танков Т-62. Т-62 в Запорожье это практически массовая артиллерия на колесах. Дешевая сердито. А главное массовая артиллерия на километр границы. Учитывая, что они в атаку не пойдут и защищены ПВО и авиацией, то для обороны это просто офигенная идея. Они сказали, что назвали меня странным экспертом, что я этого не заметил. Дело не в том, что я не заметил. Я понимаю, что если танки зарыть в обороне, то они действительно представляют собой довольно серьезную огневую силу, которая будет выбивать бронеобъекты из наших наступающих боевых порядков. Но дело в том, что эти танки намного слабее, особенно в броневом, во-первых, в огневом отношении. У них пушка меньше, не 125, а 115 миллиметров. И это раз. И второе, то что у них слабее броневая защита. То есть мы можем бороться с этими танками теми же средствами, но с большей эффективностью, которые у нас есть, противотанковые средства и наша стугна ПТРК, и джевелин ПТРК, и гранатометы. И плюс наша артиллерия может наносить довольно серьезный урон этим танкам. И я бы не сказал, что для обороны. А для обороны это имеется в виду, когда мы будем проводить контрнаступление или наносить контрудары по обороне российских войск на запорожском направлении. В первую очередь Россия привозит эти танки для наступления. Это танк в наступлении, это основная огневая сила и основная огневая поддержка наступающей пехоты, от которой зависит успех. Только нога пехотинца, вступившего на землю, подтверждает, что эта земля захвачена или освобождена. Никто другой. Поэтому ситуация с танками, я специально не оговорил, что их там закопают, и это будет оборона. Когда они перейдут к обороне, тогда мы будем с вами разбирать оборону российских войск с танками. Так что, все мы прекрасно знаем, и это присутствие Т-62М, я уже говорил вам, что это возможно версии, которые были модернизированы в 2005 году, это для нас плюс в том, что они слабее, чем Т-72, и тем более слабее, чем Т-90. Так что, для нас это меньшее из двух зол, которое могло бы быть вообще в плане усиления вооруженных сил России, как в общем, так и на отдельном направлении. Пожалуйста, проинформируйте, почему не видно эффективности от использования на фронте дронов Камикадзе. Было много надежд, используются они вообще, и какой результат? Насколько я понимаю, действительно, дроны Камикадзе на сегодняшний день не получили пока массового применения на наших фронтах. Скорее всего, это связано либо с обучением личного состава, либо с комплектованием подразделений этими дронами. Да, мы на сегодняшний день получили Switchblade в версии пока что 300-й. 300-я версия, напомню, это противопехотные, противотанковых дронов, очевидно, еще нет. Во всяком случае, подтверждение тому, что они есть, что Switchblade 600-й есть в Украине, я пока что не встречал. Будут, скажу. Может быть, именно поэтому они не получили пока такого массового распространения. Ну, подождем. Время пока еще есть, и если они пришли, то будьте уверены, что они будут применены по назначению. Скажите, пожалуйста, будет ли широкомасштабное наступление на город Днепр, город Запорожье и Криворожское направление? Ну, мы уже с вами неоднократно говорили про это. У нас очень хорошая оборона. Уже не 24 февраля мы готовимся. Три месяца эти области готовятся к обороне. И тот фронт, который там даже в 30 километрах от Запорожья, он укреплен во всех отношениях. Там достаточное количество войск для того, чтобы сдержать вероятную попытку со стороны российских войск провести какие-то наступательные действия в направлении Запорожья. Тем более мы не видим там критического накопления или накопления войск российских для создания ударной группировки, способной прорвать нашу оборону. Поэтому и Кривой Рог, и Запорожье, и Днепр пока должны внимательно наблюдать. Но основания там для паники и настроения все пропало, завтра русские наступают, на сегодняшний день нету. ВСУ надежно держит оборону на тех рубежах, на которых они сегодня сражаются. Почему бы нашему правительству не объявить о проведении собственной спецоперации? Цели и задач придумать можно сколько угодно. Войны опять же нет в юридическом плане. Зато получаем возможность спокойно поражать цели на территории Российской Федерации и западного тяжелого вооружения. И действовать нашим силам специальных операций. Но не важно, как бы мы ни обозвали специальная военная операция, она все равно любой удар по сопредельной территории может быть расценен, точнее может стать поводом для объявления войны и обвинениям нас в агрессивных действиях. Я уже неоднократно объяснял, что введение огня по сопредельной территории является политическим решением. И скорее всего его отсутствие обусловлено позицией наших партнеров, западных партнеров, чтобы ни одна из сторон не объявила состояние войны. Мы, кстати, более близки к объявлению этого состояния, потому что на нашей территории идут боевые действия. Поэтому, а Российская Федерация пока что далека даже от введения военного положения, несмотря на те провокации, которые они сами у себя проводят, особенно в приграничных областях. Вот поэтому этот вопрос исключительно политический. И будет политическое решение, значит будем наносить удары по сопредельной, по российской территории. Не будет политического решения, значит пока будем воевать так, как воюем сейчас. Скажите, пожалуйста, про мост в Крым. Когда его строили, говорили про неустойчивый грунт под опорами, сложное течение и прочее. Можно ли каким-то бомбами хорошенько расшатать тот самый грунт, чтобы мост сам лег? Простите за достаточную глупость и наивность вопроса. Нет, вопрос, кстати, не глупый и не наивный. Специально его включил, только по той простой причине, что он отличается от всех предыдущих. Если все предыдущие вопросы сводились, когда мы уничтожим и как мы можем уничтожить мост, то здесь скажу так, что да, действительно, опоры моста не опираются на твердый грунт. Они находятся в подвешенном состоянии. Там довольно сложное инженерное решение для того, чтобы он имел опору. Постоянно контролируется сейсмоустойчивость моста. Там еще и сейсмическая зона. В районе Керчи, кто был, знает, что там землетрясения могут достигать 3-4 баллов. Они довольно частые происходят. И Российская Федерация постоянно отслеживает состояние моста, его колебания и его отклонения. Насчет того, что можно ли расшатать этот грунт, да, можно. Но для этого надо провести бомбардировку, допустим, сверхтяжелыми бомбами. Вот как они бомбили Азовсталь, трехтонными, можно пятитонными бомбами. С тем, чтобы они взорвались на дне Керченского пролива. То есть не при ударе об воду, а именно на дне. Да, таким образом можно расшатать конструкцию и мост, да, может повредиться. Это как вариант. Но опять же все упирается в возможности. Во-первых, для применения трехтонных бомб необходима стратегическая авиация. Ну, если вы обратили внимание, то Российская Федерация применяла самолеты Ту-22М3. Стратегический бомбардировщик, который в состоянии поднять трехтонную бомбу в воздух. У нас таких самолетов нет. Когда-то в Полтаве был полк Ту-22М3. Но мы его, к сожалению, радостно порезали в плане, когда передавали ядерное оружие. Так как эти самолеты могут быть носителями этих ядерных зарядов. Кстати, он для этого и в основном предназначался. А Су-24 бомбардировщик, фронтовой бомбардировщик, который у нас есть, он не в состоянии поднять такую бомбу. Поэтому вопрос очень интересный. Может быть заслуживает внимания. Но пока что у нас таких возможностей нет. И специальных ракет, которые были, допустим, те же противобункерные ракеты в исполнении, например, тамагавки, противобункерной, можно было бы использовать. Но у нас нету тамагавков. И я думаю, что нам вряд ли их дадут в ходе этой войны. После войны мы можем их приобрести в качестве ракетного вооружения для наших либо военно-морских сил, либо, если будет вариант, тамагавка сухопутного базирования. Потому что пока что это ракета морского базирования средней дальности. Вот очень интересный вопрос. Есть ли возможность гражданам Российской Федерации приехать в Украину для того, чтобы вступить в вооруженные силы Украины? Да, есть. Пожалуйста, приезжайте. Хотите бороться с империей зла на стороне света и добра? Приезжайте. Приехать в Украину можно через другие, через третьи страны. Вам необходимо выехать с Российской Федерации и в любой, как бы, третьей стране обратиться в консульство или посольство Украины. И изложить свою просьбу о участии в легионе, кстати, легион свободы, российский легион свободы, который сражается в составе интернационального легиона вооруженных сил Украины. И далее наши дипломаты помогут вам, после соответствующих процедур, помогут вам перебраться в Украину и вступить в легион свободы, который сражается у нас против российских войск. Объясните, пожалуйста, судя по новостям, нам Джевелин поставляет тысячи. Почему тогда так мало подбитых танков? И как смотришь видео с передовой, чаще всего наши ребята используют и пользуются старыми РПГ или что-то в этом роде. А Джевелин мало. Что им не дают, хотя их, по идее, должно применяться массово. Любая танковая атака должна сразу захлебываться. Что не так? Не так пропаганда. Дело в том, что оружие любит тишину. И опять же, чтобы не, как говорят наши западные партнеры, не нагнетать конфронтацию и лишний раз не раздражать Российскую Федерацию, как бы это ни звучало для нас резко и не резало нам слух. Но мы применяем и Джевелины, и Инлау, и Карл Густ, и Панцерхаус, Фауст, точнее, немецкий. Все мы применяем. Все есть на переднем крае. Может быть, не везде и не всегда, но, поверьте, это все поставляется и все применяется. Просто на сегодняшний день это не произносится в публичной плоскости. И поэтому, для того, чтобы показать эффективность борьбы с российской бронетехникой, мы заодно и популяризируем, показываем наши средства и заодно популяризируем то, что есть у нас отечественного на вооружении. А именно, это идет речь о нашей стугне и тех гранатометах, которые есть у нас на вооружении. Поэтому, есть все. И обратите внимание, я вас сориентирую, посмотрите на потери вооруженных сил России. Кстати, в конце видео обязательно расскажу, мы дошли до очень таких больших цифр в плане нанесения потерь российским войскам. Сделаем краткий обзор, если вам это понравится и будет интересно, то будем делать постоянно или периодически давать цифры по потерям российских войск в ходе этой войны. Там и расскажу по поводу участия джевелинов в этой войне по потерям танков со стороны российских войск. Разве 125-мм пушка УТ-72 не гладкоствольная? Гладкоствольные пушки более современные, чем нарезные. Последние современные танки с нарезной пушкой британские. И те заменяют их на гладкоствольные в рамках модернизации. Специально оставил вопрос. Да, 125-мм пушка УТ-72 и УТ-90, кстати, тоже 125-мм пушка гладкоствольная. Я в прошлом видео оговорился, сказал, что 115-мм пушка УТ-62 нарезная. Нет, она гладкоствольная. Действительно, танковые пушки все гладкоствольные. Из-за того, что очень большой заряд при выстреле из танка, и гладкоствольная пушка обеспечивает наибольшую скорость, начальную скорость снаряда. И дает гладкоствольность, гладкость ствола внутри, дает возможность стрельбы ПТУРом через ствол. И дает возможность стрельбы подкалиберными боеприпасами. Это снаряд, который по диаметру намного меньше ствола, и он движется по стволу за счет пояска. И предназначен для уничтожения бронированных целей. У него сердечник из твердосплавных металлов, который пробивает броню практически любого танка при правильном попадании. Поэтому, да, танковые пушки в основной своей массе гладкоствольные, без нарезов. Пару дней назад прочитал в бегущей строке, что, мол, Польша изъявила желание купить у Америки 500 единиц системы Химарс-142. Можете ли вы подтвердить эту информацию или опровергнуть? Отсюда возникает вопрос, зачем Польше такое количество этих систем на данный момент? Возможно, часть этих систем Польша решила таким образом передать Украине. Нет. К сожалению, это закупка будущего, и когда эти системы будут произведены, они будут переданы Польше и войдут в состав вооруженных сил Польши. Объясню почему. Кстати, если вы встречали мои комментарии последних двух дней, особенно на телевидении, я там рассказывал об количестве артиллерии, которые необходимы для вооруженных сил Украины. При численности вооруженных сил Украины, 360 тысяч, вот то, что у нас сегодня по закону есть у вооруженных сил, нам необходимо иметь где-то порядка 400-450 стволов ствольной артиллерии, единиц ствольной артиллерии, и где-то 300-350 единиц реактивной артиллерии. Вот это может составить артиллерию вооруженных сил Украины. Ну, это я приблизительно говорю, на вскидку. Это где-то примерно, получается, 6-7 бригад ствольной артиллерии и 4-5 бригад реактивной артиллерии. И то, это надо еще посчитать, а хватит ли этого вообще. Польша, когда вступила в НАТО, довела численность своих вооруженных сил до 95 тысяч, то есть они постоянно сокращались. С началом полномасштабного вторжения вооруженных сил России в Украину, Польша приняла решение развернуть свои вооруженные силы до 350 тысяч. Естественно, они посчитали, что такое количество им будет достаточно на сегодняшний день при такой численности вооруженных сил. Кстати, в Соединенных Штатах 2000 МЛРС. Ну, а Химарс и МЛРС, они примерно по своим огневым возможностям одинаковые. Так вот, Соединенные Штаты в составе вооруженных сил 2000 единиц. И это при том, что Соединенные Штаты фактически не имеют врагов на своих границах и никогда не воевали на своей территории. Но они такое число их содержат. Поэтому абсолютно нормальное число, Польша их купила для себя. Кстати, танков Абрамс-2, они покупают 250 единиц. Это дивизия одна танковая. Думаю, что еще закупки будут увеличиваться. И поверьте нам, если мы говорим, что мы переходим на вооруженные, точнее, на вооружение западных стран, то нам понадобится не меньшее число. Кстати, в той же белой книге, если вы откроете, я неоднократно уже отсылался на этот документ. Он есть на сайте Министерства обороны. Там макропоказатели вооруженных сил в мирное время публикуются. Так вот, у нас стволовый артиллерий, это включая и реактивные, и ствольные, там полторы тысячи. Вот, так что, точнее, две тысячи. Ты полторы, пятьсот реактивных систем и полторы тысячи систем ствольной артиллерии. Так что это абсолютно нормальные цифры и, может быть, даже еще недостаточные для того, чтобы обеспечить огневые возможности вооруженных сил. Ну вот, вопрос опять о комплектовании. Вы сказали, что подразделение территориальной обороны это кардинально иное, чем вооруженные силы Украины. Но, как мы все знаем, ТРО с разных областей перекидывают в горячие точки, в то же луганское направление. То есть, при разной степени обеспечения и подготовки территориальной обороны и вооруженных сил Украины оказываются в одинаковых условиях для выполнения одних задач на передовой. Вопрос. Считается это правильным решением? Ведь не секрет, что наши ТРО это 90% просто добровольцы, которые с военным делом не имеют ничего общего. И вооружение, сами знаете какое. Так что, получается, с винтовкой на танк, просто переживая за наших ребят с ТРО. Им бы побольше тренировок и учений перед таким броском. Ну и вооружение повнушительное, конечно. Смотрите, то, что есть случаи неправильной сработки системы, в плане того, что некоторые подразделения ТРО попадают непосредственно в горячие точки на линию фронта. Ну, это любая система, тем более наша, которую мы создаем сегодня с нуля. И в состав которой входят остатки старой системы комплектования вооруженных сил. Поэтому это, конечно же, вопиющие случаи, которые должны расследоваться и не должны повторяться в будущем. Теперь смотрите, у нас подразделения территориальной, войска территориальной обороны в составе вооруженных сил Украины 11 тысяч. Помните, да, это последнее дополнение к закону перед войной, закону о вооруженных силах. Мы увеличили численность армии на 11 тысяч. Это подразделения территориальной обороны. Эти бригады территориальной обороны отбираются, комплектуются по качественному отбору из числа добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону. Они экипируются точно так же, как в СУ. Они вооружаются точно так же, как в СУ. И они, согласно последней поправке в закон о национальном спротиве, там была, вот недавно была проголосована поправка, что подразделения территориальной обороны могут применяться в любой из областей Украины. То есть по решению Генерального штаба вооруженных сил. Поэтому не удивляйтесь, что эти бригады перебрасывают между собой. Все остальное от территориальной обороны, да, действительно формируется на добровольческом принципе, несет службу, у них хуже вооружение, у них хуже экипировка, но качественный отбор для бригад территориальной обороны производится на основе вот этих подразделений, которые существуют. То есть люди проходят подготовку в добровольческих формированиях территориальной обороны, а потом переходят в бригады территориальной обороны и перебрасываются на фронт. Если есть где-то какие-то нестыковки или несоответствия с законом Украины о территориальной обороне, и вот этой вот поправкой, последними поправками, которые были приняты буквально месяц назад, то обращайтесь и в средства массовой информации, и в Генеральный штаб, для того, чтобы такие вещи не повторялись и пресекались. И виновные были, было проведено расследование, виновные в таких нарушениях были наказаны. Не оставляйте это все, не спускайте это все с рук, даже особенно Министерству обороны. Тут надо, общество должно четко следить за соблюдением законности и правил, и порядка комплектования вооруженных сил. Подскажите, какая... А, ну я только что про ТРО рассказал, в чем разница солдата и ТРО подразделения. Какая будет, по вашему мнению, реакция мирового сообщества, если все же Беларусь вступит в войну с Украиной? Скорее всего, типа спецоперация. По факту, это уже две страны воюют с одной. Будет ли какая-либо из стран союзников рассматривать помощь Украине своими вооруженными силами? Думаю, что нет. Думаю, что не будет никто рассматривать, но реакция, поверьте, будет самая жесточайшая. Дело в том, что Беларусь и так находится под санкциями, но санкции могут быть усилены кратно в плане наложения эмбарго на любые товары, выходящие из Беларуси и поставки товаров в Беларусь. Тем более, что мы знаем, что и белорусские олигархи хранят деньги в зарубежных банках. Заморозка активов и всего остального. Судя по тому, что уже проскакивает информация, что представители Лукашенко пытаются вести сепаратные переговоры с Западом в отношении каких-то поблажек и гарантий белорусскому диктатору в плане неприкосновенности его взамен на гарантии того, что Беларусь не вступит в войну, а даже откроет, допустим, гуманитарный коридор для прогона эшелонов с нашим зерном в порт Клайбеды. Как вариант, даже такие в западной прессе, даже такие вариации проскакивают. Поэтому Лукашенко ищет пути, как договориться с Западом. Ему сейчас катастрофически не хватает денег для содержания своего режима. И, кстати, на сегодняшний день такие информационные сообщения уже не единичные. Поэтому будем надеяться, что Беларусь в войну все-таки не вступит. Хотя отбрасывать полностью такую вероятность на сегодняшний день нельзя. И, к сожалению, без гарантии со стороны той же Беларуси, хотя какие могут быть от нее гарантии. Он гарантировал, что Беларусь не будет нападать на Украину, но российские войска напали именно с территории Беларуси на нашу страну. Ну, опять вопрос, почему, просто внимательно прочитал, опять вопрос про наступление на Киев. Ну, уже 150 раз мы говорили, нету, нету группировки войск, которая могла бы сегодня наступать на Киев. Они, посмотрите, они не могут выполнить даже минимальную свою задачу в плане захвата Луганской и Донецкой областей. Поэтому говорить о Киеве сегодня вообще, я думаю, что преждевременно. И этот вопрос пока что снят с повестки дня, я думаю, что практически полностью. А вообще, я вам рекомендую, смотрите на наших западных партнеров. Вспомните, что было в феврале месяце накануне вторжения российских войск. Первыми уезжали из Киева кто? Посольство. Если американское, канадское и другие израильское посольства, посольства стран, членов НАТО, живут и работают в Киеве, значит, угрозы наступления на Киев пока что нет. Если они начнут паковать чемоданы и выезжать, как это было в феврале, да, значит, что-то не так. Надо уже смотреть по сторонам и разбираться, что случилось. Вот вам индикатор или такой разведпризнак. Обращайте внимание на иностранные дипмиссии, которые размещены в городе Киев. Могли бы вы развенчать мифы об укрытиях от распространенных видов оружия? Знакомый военный говорил, что у большинства гражданских и даже неопытных военных представления из художественных фильмов, что уже стоило нашему народу немало жизней. Одним словом, что от него реально может защитить? Ну, то есть, что спасает от автомата, пулемета, ДШК, мелкокалиберной пушки и понарастающие спасибо. Смотрите, ну, как бы, это очень объемно, целую лекцию надо прочитать, но скажу основное, что бронежилет спасает в основном от стрелкового оружия, и то при условии, если пуля попадает в пластину. Если пуля попадает между пластин или в места, незащищенные бронежилетом, то спастись невозможно. И от осколков, небольших осколков. Тоже спасает бронежилет, кевларовая каска, пулевые и осколочные ранения. Спасает, допустим, бруствер, это бугор из земли, который насыпают перед окопом, и в принципе, с которого ведут огонь обороняющийся. То бруствер в 40-50 сантиметров задерживает пулю. Но пулю от автомата, но не пулю калибра 7,62 с снайперской винтовки или с пулемета. То есть тут очень много, очень много нюансов и особенностей. Бронетехника в основном имеет БМП, БТР, это противоосколочная броня. То есть от осколка защитить может, но от пулемета 12,7 НСВТ защитить вряд ли. Если еще бронебойными патронами ведется огонь, то пробивает там с дистанции практически до полукилометра. Из укрытий окоп, самое надежное укрытие, раз. Второе, кирпичная стена, а лучше бетонная стена. Два, бетонная стена может даже выдержать прямое, если стена там, допустим, до 500 миллиметров, то может выдержать прямое попадание из танка. Вот, они защищают и от осколков, и от пуль. И всегда можно укрыться за вот такими укрытиями, как стена, полуобвалившаяся, обломок стены или какое-то углубление. Не забывая, надо помнить о том, что все осколки разлетаются по законам физики. Если заряд фугасный, то все осколки идут в основном вверх, с небольшим разлетом по сторонам. И тогда, тогда образуется довольно большая воронка, но при этом осколочное поражение людей, даже находящихся рядом, недалеко от взрыва, не происходит. Если снаряд, установлен взрыватель на осколочное действие, то тогда осколки идут, начиная параллельно земле, и вот сферически распространяются вправо и влево. В этом случае воронки может быть не быть совсем. Снимается немножко верхний слой, там до 5 сантиметров, и в основном это обгоревшая земля и посеченная осколками. В этом особенность. Тогда спасает какое-то укрытие. Это в основном то, что касается осколочного действия снарядов. На осколочное действие действуют все реактивные снаряды, град, изначально осколочное действие. То есть контактный взрыватель коснулся земли, взорвался, и осколки разлетелись. Почему град так опасен для пехоты? За счет плотности разрывов и частоты этих разрывов в короткий промежуток времени, плотность поражения осколков очень высокая и очень высокая степень поражения личного состава. Градовские снаряды, минометные мины, все изначально заводская установка на осколочное действие. То есть мина касается земли и взрывается. Но еще за счет того, что мина падает почти вертикально сверху, она очень опасна для пехоты, потому что она может залетать в окоп. И тогда в окопе, конечно же, поражение осколками будет очень большое. Вдоль окопа будут разлетаться осколки. Вот такие основные моменты, а так, в принципе, по степени поражения и видам оружия, это очень большой и объемный вопрос. Кратко могу сказать. Ну и в конце хочу еще остановиться на потерях. Вот то, что я говорил. На сегодняшний день, по данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, потери российских войск в ходе этой войны составили в личном составе безвозвратные потери. То есть это ориентировочная, ориентировочная, подчеркиваю цифра, убитыми за три месяца войны. Вот на сегодняшний день, на 28 мая, 30 тысяч. 30 тысяч потери вооруженных сил Российской Федерации в личном составе. Это ориентировочная цифра, она может быть неполная. Но, теперь смотрите, 30 тысяч это безвозвратные потери, то есть это убитые. Санитарные потери в ходе наступательных действий в классической войне, а у нас в основном Россия ведет войну классическим способом, исчисляется, на одного убитого приходится 3-4 раненых. Берем даже минимум 3, 3 раненых. То есть 30 умножаем на 3, 90 и прибавляем вот эти 30 тысяч безвозвратных потерь, убитых. На сегодняшний день санитарные потери вооруженных сил Российской Федерации составляют порядка 120 тысяч человек. 120 тысяч. Вот такая вот гигантская цифра и Россия не считается дальше с потерями. Под тем же Северодонецком мы видим, что они просто гонят этих солдат в атаку, не считаясь с тем, сколько погибает в этих атакующих действиях. И при этом вербуют по всей России скрытые мобилизации, вербуют желающих подписать контракт за какие-то там деньги, материальные какие-то преференции и поехать повоевать в Украину. С обещанием на 3 месяца минимальный контракт с последующей ротацией. Но я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то был ротирован вглубь России или возвращен домой. И даже если российские офицеры говорят своим солдатам, что вы отсюда можете уехать либо 200-м, либо 300-м. То есть в худшем случае его убьют, в лучшем случае он в составе этих 90 тысяч санитарных потерь уедет, получив какое-то ранение в госпитале. Дальше будет уже инвалидом или с человеком с частичной потерей трудоспособности возвращен домой. Потому что если его за 2 недели поставят на ноги и ранение у него легкое, он вернется на войну. Его не отпустят домой. Его опять поставят в строй. Оденут, обувят, дадут автомат и отправят на войну. Таков порядок в вооруженных силах Российской Федерации. Ну и основные скажу, вот по поводу дживелинов обещала объяснить. Читаю. Тысяча триста тридцать танков на сегодняшний день. Тысяча триста тридцать танков. В одной танковой дивизии где-то 300-350 машин. То есть на сегодняшний день вооруженные силы Украины уничтожили около шести танковых дивизий. Полностью. В ноль. Уничтожено. И 3258 боевых бронированных машин. Сюда относятся бронетранспортеры. Сюда относятся боевые машины пехоты. Сюда относятся БРДМ, боевые дозорно-разведательные машины. Сюда относятся БМП, БМП, БМД, боевые машины десанта. Сюда относятся бронеавтомобили. Типа Тигр и Витязь. Вот. 3258. Теперь сложим эти две цифры, это получается 4590 бронеобъектов. Как вы думаете эти 4000 бронеобъектов, они уничтожены чем? РПГ-7 или только нашей Стугной? Нет. Вот это и есть работа Джевелина, это и есть работа Энлао, это и есть работа Карл Густав, это и есть работа Панцерфауст. То есть вот это количество, практически 4500, даже больше уже тысячи уничтоженных бронеобъектов из состава вооруженных сил Российской Федерации, это и есть работа противотанковых средств. То, что она не публично, а не оглашается, ну это уже как бы вопрос информационно-психологический и видимо это просьба, скорее всего это просьба наших партнеров, которые нам поставляют это вооружение. Ну дальше в принципе бегло скажу, что артиллерийских систем 628, реактивных систем залпового огня 203, то есть смотрите уже 203, а Польша покупает 500. То есть это не такая большая цифра, она шокирует немножко гражданского человека, но для военного это не такая большая цифра. 93 средства ПВО, 207 самолетов, 207. Кстати вчера в воздушном бою наш МиГ-29, старенький советский, не побоюсь этого слова, потому что у нас модернизация этих машин не проводилась. Мы воюем на советских образцах, которые отремонтированы, восстановлены и способны выполнять боевые задачи. В воздушном бою наш МиГ-29 сбил самый современный Су-35 российский, в районе Херсона, если я не ошибаюсь, он был сбит. Так что даже на стареньком вооружении при достаточном опыте можно сбивать современные или супер современные, как говорит Россия, их самолеты. Это то, чем они на сегодняшний день гордились или гордятся еще до сих пор, трудно уже пока сказать, но потери они несут. Вот вкратце, дальше там уже не буду вам оглашать, там идут еще вертолеты и автомобили грузовые, топливозаправщики отдельно и морские цели. Если интересно, буду делать тоже обзор уничтоженной потерь вооруженных сил Российской Федерации в ходе войны. Напишите в комментариях. Если же эти цифры достаточно в прямой публикации, которую вы можете встретить в нашей официальной прессе, то тогда мы просто не будем тратить на это время и лучше я отвечу на какой-нибудь еще один ваш вопрос. На этом на сегодняшний день все. Всем желаю мирного неба. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на эти видео, чтобы это видео могли увидеть как можно больше людей. Отдельное спасибо спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке канал существует и у меня есть возможность записывать вот эти видео, доносить до вас информацию. Верим в вооруженные силы Украины. Победа будет с нами. Слава Украине!